здравствуйте дорогие друзья в эфире очередной выпуск программы разговор о медицине и сегодняшняя наша тема посвящена чистому воздуху и воде то есть она так будет и звучать чем мы дышим и что пьем и сегодня у нас гостях федоскова лилия михайловна начальник отдела санитарного надзора управление федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человек ульянской области и мой к вам первый вопрос действительно чем мы дышим и что пьем здравствуйте уважаемые зрители спасибо за приглашение на сегодняшнее интервью да на самом деле тема воздуха атмосферного и питьевой воды являются наиболее актуальными для каждого гражданина для каждого жителя вот ульянской области потому что это то без чего мы просто не можем прожить да вот и наверное все таки мне хочется начать свое интервью наше интервью вернее с позитивной информацией о том что атмосферный воздух в ульяновской области является ситуация вернее с атмосферным воздухом одной из самых благополучных в привозском федеральном округе и по российской федерации мы находимся в золотой серединке в рейтинге регионов повозского привозского федерального округа ульяновская область занимает 13 ранговое место среди 14 соответственно регионов то есть лучше нас воздух атмосферный среди регионов пфо только в саратовской области вот но если говорить немножко о системе наблюдения за атмосферным воздухом то система наблюдения организована следующим образом у нас в ульяновской области имеется восемь постов наблюдения или это так называемые посты ведения социально-гигиенического мониторинга за состоянием атмосферного воздуха да это семь стационарных постов которые расположены во всех районах города ульяновска примерно получается по два поста в каждом районе вот и один пост который расположен в муниципальном образовании город новоульяновск почему выбрано такое расположение постов это наиболее актуальные места загрязнений там где есть источники загрязнений соответственно это интенсивные движения автотранспорта это соответственно выбросы от промышленных предприятий и выбросы от тэц то есть вот те источники которые я озвучил они являются наиболее ну важными источниками которые наиболее наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха именно эти источники вносит вот соответственно по результатам как я уже сказала годовых наблюдений у нас ежегодно отбирается порядка десяти тысяч проб атмосферного воздуха на этих восьми постах наблюдения и процент отклонений составляет всего 0,2 процента и в 2019 году и в 2018 году и в предыдущие годы то есть это очень низкий показатель и в целом вот объективная картина по состоянию воздуха у нас неплохая вот но сразу предвижу следующий вопрос и относительно жалоб от населения потому что мы тоже их получаем к сожалению их число увеличивается из года в год это жалобы поступающие жалобы обращения поступающие от населения по поводу загрязнения атмосферного воздуха и я бы назвала проблемных три точки они все находятся в городе ульяновске вот по муниципальным образованиям ульяновской области ситуация совсем благополучная к счастью а по городу ульяновску это район нового города заволжский район это район в железнодорожном районе район опытного поля и засвияжский район это дальние засвияжьи районы улице ефремова богдана хмельницкого рябиково московское шоссе вот где промышленные такие да да соответственно да это промышленные районы где как раз сосредоточены промышленные предприятия со своими выхлопными трубами да со своими выбросами и каждое обращение внимательно рассматриваются специалистами нашего управления по каждому обращению у нас обязательно выезжает наша лаборатория центр гигиены эпидемиологии в ульяновской области отбираются пробы вот приоритетными показателями загрязнений для ульяновской области для города ульяновска являются такие вещества вредные как диоксид азота диоксид серы углеводороды нефти свинец угарный газ углекислый газ то есть формальдегид и буквально вот с четвертого квартала 2019 года мы ввели еще в программу наблюдений такое вещество как бензопирен это вещество первого класса опасности по химической классификации канцероген вот вещество которое обладает мутагенным действием эмбриотоксическим действием вот соответственно для того чтобы картинка наблюдения была наиболее полной да и ну более так скажем современный мы каждый год вот стараемся наш центр гигиены эпидемиологии осваивает новые методики исследований расширяет спектр исследований мы добавляем какие-то соответственно вот вещества вот по этим веществам мы проводим контроль и соответственно контроль у нас осуществляется в на стационарных постах в среднесуточной концентрации измеряется до в течение суток вот а когда мы выезжаем по жалобам то соответственно здесь у нас мы приближенно берем к тому месту где вот гражданин да нам именно около этого жилого дома то там либо вот на такой-то улице в таких случаях отбирается исследуется максимально разовая концентрация вот по максимально разовой концентрации да у нас были в течение 19 года отклонения превышение даже были в два в три раза вот но это опять же не это такой вот залповый выброс до который мы уловили вот но это не говорит о том что в течение всего дня в течение суток или в течение там всего года какого-то длительного промежутка времени там именно такая ситуация вот ситуация объективная я уже сказала 0 2 процента отклонений вот при достаточно большом количестве наблюдений все-таки 10 тысяч анализов в год это большой объем большой объем исследований кроме проведения исследований мы все-таки контрольно-надзорный орган да наше управление и мы занимаемся еще проверками мы проводим проверки в отношении этих же промышленных предприятий являющихся источниками вредного воздействия на атмосферный воздух вот мы конечно выявляем нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в области охраны атмосферного воздуха применяем меры административного воздействия выносим предписание выносим штрафы направляем материалы в суды вот и контролируем за тем чтобы наши предприятия наши значит хозяйствующие субъекты которые являются источниками вредного воздействия на атмосферный воздух разрабатывали у себя в полном порядке в полном объеме документацию природоохранного характера это программа какие даже в первую очередь до проекта организации санитарно-защитных зон вот и программы на производственного контроля программа наблюдения то есть своей санитарно-защитной зоне в зоне влияние выбросов данного предприятия хозяйствующие субъекты должны вести производственный контроль и в общем то у нас эта работа неплохо выполняется в ульяновской области вот я не могу сказать что у нас очень незаконно послушные хозяйствующие субъекты мы конечно не урал мы конечно не у нас нет крупных металлургических комбинатов каких-то да являющихся вот такими вот но тем не менее сейчас предприятий очень много у нас да но тем не менее они есть и что отрадно новые предприятия которые строятся и вводятся в эксплуатации в той же промышленной зоне нового города да заложского района города ульяновска эти предприятия имеют передовые способы очистки выбросов своих да это многоступенчатая система фильтров да очистки воздуха и самое главное конечно что поддерживать их в работоспособном состоянии потому что когда предприятие вводится в эксплуатацию да все работает отлично как часы вот и в общем то ничего в атмосферу вредного не попадает а вот когда приходит время уже проведение плановых ремонтов профилактических ремонтов самое главное здесь конечно не упустить этот момент чтобы не пришли в негодность да эти фильтры и своевременно все это ремонтировать заменять и обслуживать а вот федеральный проект есть чистый воздух национальный проект такой федеральный и вы должны и в рамках этого проекта и информировать население о том насколько у нас чистый воздух да и какие меры принимаются вот в рамках этого проекта какие мероприятия роспотребнадзором нашим проводится но в первую очередь в рамках данного проекта чистый воздух проводится это как раз вот мероприятие по проведению социально-гигиенического мониторинга то есть контроля со состоянием атмосферного воздуха но как я уже сказала мы не такой промышленный регион да нет не такой загрязненный и соответственно конечно в рамках данного проекта большие денежные средства выделяли выделяются тем регионам где это очень актуально да это значит урал да это вот у нас металлургические комбинаты крупные мы взаимодействуем да мы взаимодействуем и наша система контроля которая уже налажена отлажена и охватывает как я уже сказала наиболее актуальные районы наиболее актуальные места где загрязнители вот именно сосредоточены и всю информацию о состоянии атмосферного воздуха мы регулярно выставляем на нашем сайте официальном сайте управления роспотребнадзора по ульяновской области есть такой раздел социально-гигиенический мониторинг и любой гражданин любой житель ульяновской области города ульяновска может ознакомиться с информацией о состоянии мы периодичность обновления этой информации ежемесячно то есть каждый месяц мы выставляем эту информацию и на самом деле ведь атмосферный воздух и его частота это и хронически обструктивные болезни легких вызывает да и онкологию легких поэтому это очень важный такой важная работа и я хочу вот от лица вообще как бы и врачебного сообщества вас поблагодарить за эту работу потому что на самом деле огромная колоссальная работа идет или михайловна и скажи пожалуйста такой вопрос а насколько вам помогает средства массовой информации ну вот сегодняшняя наша программа с вами да вот одно из доказательств того что мы да открыты для общества открыты для людей абсолютно не значит они все рассказываем да и делимся и никаких секретов нет и на самом деле идет огромная работа в этом направлении но все-таки средства массовой информации как-то вот помогает вам или иногда наоборот где-то вы что-то бывает вот какие сложности нет но в наш век информатизации конечно мы четко отслеживаем средства массовой информации интернет ресурсы да там где мы находим темы которые мы обязаны это делать там где мы находим темы связанные именно с факторами обитания человека с факторами среды обитания вот это атмосферный воздух это вода это почва это состояние с твердыми коммунальными отходами до такого рода жалобы у нас тоже вернее ну у нас и в средствах массовой информации появляется и мы стараемся на них реагировать я говорю по каждому обращению от каждого гражданина поступающему по загрязнению атмосферного воздуха мы обязательно выезжаем делаем замеры наши индивидуально да 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 то есть даже если три раза гражданин написал с каким-то то есть проблема не решается к сожалению мы не в силах решить всегда проблему потому что мы понимаем да что мы не можем поставить пост у каждого предприятия и в круглосуточном режиме проводить наблюдение да за деятельностью данного предприятия но это и не входит в наши как бы обязанности вот обязанности хозяйствующего субъекта до выполнять законодательство вот и соблюдать требования санитарных правил гигиенических нормативов по выбросам я рассказала законно послушных предприятиях да но к сожалению у нас есть еще теневой сектор да это когда хозяйствующие субъекты где-то в гаражное производство организовывают да где-то не заключают договоры на вывоз отходов производства их просто сжигают да а сжигание отходов особенно мебельного производства вот это как раз выделение фенола формальдегидных соединений которые являются канцерогенами вот не могу сказать что это у нас массовая практика это единичные и крайне редкие случаи вот потому что мы все с вами живем в одном городе да и мы и мы читаем кроме нас и большую работу также проводит министерство экологии и цикличной экономики ульяновской области они также проводят рейдовые мероприятия которых мы тоже вот читаем и выявляют этих вот недобропорядочных так скажем хозяйствующих субъектов в том числе которые вот эти вот гаражное производство вот и также их наказывают приостанавливают их деятельность через суд лимихан ну вот вы об этом уже сказали что вот экологическая обстановка экологическая ситуация ее контроль на самом ну на самом как бы до контроля у губернатора нашего да и практически вот мы смотрим тоже на всех аппаратных практически он эту тему затрагивает и с вас спрашивает да и спрашивает значит из министерства вот вы его назвали да и экологической цикличной экономики то есть и природных ресурсов да вот все то есть это же тоже вот в какой степени вот эта связка да то что на особом контроле губернатора да под четким таким жестким его контролем это тоже способствует вот хорошим таким результатом да да конечно вот буквально в четвертом квартале 2019 года губернатором была утверждена дорожная карта по это по межведомственному взаимодействию как раз в области охраны атмосферного воздуха в том числе одним из участников этого этой дорожной карты является наше управление вот там конечно лидирующая скрипка это управление экологии министерство экологии и цикличной экономики вот они являются разработчиками этой дорожной карты и здесь как раз вот межведомственный обмен информации и кроме нашей нашего лабораторного испытательного центра в этой системе работает лаборатория гидромета у них также есть свои посты наблюдения вот кроме этого у них еще есть передвижные посты наблюдения вот которые как раз за счет средств регионального бюджета приобретаются обслуживаются и содержатся и они тоже ведут колоссальную работу по контролю за атмосферным воздухом вот и также свою информацию в оперативном режиме направляет во все заинтересованные ведомства уже для принятия оперативных мер по улучшению ситуации скажем просто а вот давайте немножко добавим воды наш разговор да то есть подойдем к воде вот частота воды насколько я тоже знаю что это вам тема очень близка вы тоже это держите на особом контроле давайте тоже телезрителям расскажем всю правду то есть как на самом деле сейчас обстоит ситуация что для этого делается ну и вообще в этом направлении но это вообще моя любимая тема про воду я могу говорить очень долго вот но в рамках эфира соответственно но наверное тоже начну как бы в этом вопросе с радужные картинки в целом у нас в ульяновской области состояние хозяйственно питьевого водоснабжения она оценивается по критериям разработанным роспотребнадзором и мы являемся как раз тем органом который проводит оценку качества качества качество питьевого водоснабжения качество воды подаваемой в каждое муниципальное образование ульяновской области вот эту работу мы проводим давно также у нас есть в каждом муниципальном образовании мониторинговые точки вот мы проводим контроль качества воды начиная от источника водоснабжения далее водопроводная сеть от начала распределительной И конечные точки – это распределительная сеть, то, что доходит до потребителя. Буквально мы подвели итоги за 2019 год, и у нас вот такие цифры получились. По нашим гигиеническим критериям оценки у нас вода делится на качественную воду и некачественную воду. То есть всего два критерия? Да, и третий критерий – это населенные пункты, вода в которых в течение года не исследовалась. Да, вот таких населенных пунктов у нас 1% от общего числа имеющихся. Удельный вес населения, обеспеченного качественной питьевой водой, у нас составляет 93,3%. Это достаточно высокий процент, опять же, если сравнивать с другими регионами Российской Федерации. И некачественной питьевой водой у нас, соответственно, обеспечено около 6% населения. Это те населенные пункты, в которых в течение года наблюдались отклонения более 5% от удельного веса исследованных проб по микробиологическим показателям. Это показатели, которые, соответственно, представляют, та вернее вода, которая представляет потенциальную угрозу для населения. И высокий риск развития представляет, в первую очередь, острых кишечных инфекций, да, передающихся через воду в том числе. Сюда относится та вода, которая имеет отклонения по санитарно-химическим показателям, а это всем нам известное природное железо, содержание природного железа, мутность, жесткость воды, запах и цветность. Вот. И сюда же относится вода, которая не соответствует по гигиеническим нормативам, по вирусологическим показателям. Некачественная вода практически это все левобережные направления, то есть все, что за Волгой находится. Это, в первую очередь, Чердоклинский район весь, сам РП Чердоклы и Чердоклинский район. Это Старомайский район, это Меликевский район и некоторые населенные пункты Новомолоклинского района. Здесь как раз проблема – высокое природное содержание железа. Вода в настоящий момент подается пока без водоподготовки. И здесь, конечно, очень актуальна проблема строительства сооружений по водоподготовке, потому что без очистки мы ничего не сделаем. То есть введение именно системы водоподготовки. Также у нас все вот последние десятилетия была серьезная проблема по южному кусту. Это, в первую очередь, Радищевский район, Старокулаткинский район, где часть населения пользуется водой из открытого источника озера Родник, да, в РП Радищево. Вот. И вода долгое время без водоподготовки также поставлялась потребителям населению. Но вот здесь очень отрадные мероприятия проведено. Мы прямо безмерно просто рады и счастливы тому, что это случилось. В 2019 году водоснабжающая организация «Ульяновский областной водоканал» на этом озере Роднике, на этом источнике хозяйственного питьевого водоснабжения смонтировал и ввел в эксплуатацию системы водоподготовки, системы гипохлорирования воды. И у нас резко снизилось количество нестандартных проб по микробиологическим показателям в десятки раз. У нас более 30% было отклонений всегда по Радищевскому району по микробиологическим показателям. Сейчас это составляет менее 5%. Конечно, я понимаю, мы все понимаем, гораздо приятнее пить воду натуральную без водоподготовки, но здесь уже идет вопрос совершенно другой. Речь идет о безопасности воды и о безопасности условий проживания населения. И в таких вот условиях, когда изношенные сети, когда открытый водоисточник, озеро Родник, например, и когда есть проблемы с качеством подаваемой воды, здесь просто по жизненным показаниям, как говорится, необходимо введение системы водоподготовки. В тех районах, которые я ранее озвучивала, вот заложское направление, как бы отклонение по санитарно-химическим показателям, оно не представляет прямой угрозы для населения. То есть от воды с повышенным содержанием железа человек не заболеет кишечной инфекцией, и не приобретет какие-то там такие вот заболевания, которые вот немедленно отразятся на его состоянии. Но тем не менее, мы все-таки живем уже в 21 веке, и мы должны, мы просто обязаны обеспечивать население качественной питьевой водой именно того качества, которое нормируется государственными санитарно-эпидемиологическими нормативами. Вот. И также в рамках оздоровления реки Волга, почему для нас это очень актуально? У нас река Волга на сегодня является источником хозяйственно-питьевого водоснабжения для всей правобережной части города Ульяновска, да? Это огромное... Практически, конечно, огромное количество населения. Поэтому вода в реке Волга в настоящее время, она, конечно, оставляет желать лучшего, скажем так, да? Волга загрязнена, вот. И мы контролируем воду из Волги также ежемесячно в рамках социально-генического мониторинга. Вот. Отклонения у нас и по микробиологическим показателям бывают, и по железу. Ну, есть проблемы с волжской водой. Конечно, она в таком виде потребителю не поступает. Она проходит многоступенчатую систему очистки и обеззараживания. Вот. Но, тем не менее, проблема приведения качества воды в реке Волга до нормируемых санитарными правилами показателями, она даст такой эффект, что мы надеемся, что это случится, да? Что река Волга будет со временем очищаться. И пока альтернативного источника для правобережной части города Ульяновска нет. Идет только речь пока о строительстве, да? Водовода из источников, которые расположены в Кузоватовском районе и в Сиренгульском районе. Вот. Но пока еще это на стадии проектно-сметной документации. Все в стадии, так скажем, обсуждения. Вот. И поэтому пока, наверное, долгое время мы будем пользоваться ложской водой. И поэтому для нас очень актуально, что будут выделены финансовые средства в рамках проекта оздоровления реки Волга, в том числе Ульяновской области, на реконструкцию очистных сооружений того же Ульяновского водоканала. Это и правобережье, и левобережье. Михаил, а скажите, а вот если просто такой чисто бытовой совет телезрителям, на что вот дома нужно обратить внимание, вот вообще качество воды, да? Просто вы как специалист, именно контролирующий многие аспекты экологии, то, что нас окружает, ну, вообще окружает человека. Как бы вы дали советы? Вот на что нужно обращать людям все-таки внимание? Вот качество там вот этой воды, что там, вкусовые какие-то ее характеристики или что? Цвет там, все прочее. Вот я что хочу сказать, если мы говорим про город Ульяновск, город Ульяновск у нас по нашему анализу полностью обеспечен качественной питьевой водой. Но, то есть, я что хочу сказать, что Ульяновский водоканал подает до ввода в дом качественную питьевую воду. То есть, в принципе, можно не задумываться. Но есть, к сожалению, проблемные точки, потому что, если я скажу, что все прекрасно и безоблачно, просто со мной не согласятся люди, которые, вот сейчас мы второй год уже занимаемся проблемой, я не буду говорить, там, адреса конкретных домов называть, да? Вот. Вводятся в эксплуатацию новые дома, строится новое жилье. И, к сожалению, застройщики не всегда у нас добросовестные. И, ну, наверное, даже в погоне за более низкой ценой, на квадратные метры, не всегда надлежащего качества инженерные коммуникации, инженерные сети в этих домах оборудуют. И вот у нас второй год, вот два огромных новых дома, новостройки. Люди просто мучаются с некачественной водой, которая проблема началась с самого начала вселения в дом и не решена по сегодняшний день, несмотря на то, что мы там уже несколько проверок провели. Ну, вы принуждаете, да? Да, уже несколько раз предписание выдавалось, это предписание контролировалось, и оно не исполняется. Вот просто люди, которые попали в такую ситуацию, купив, приобретя новое жилье, вот, это не проблема водоканала, это проблема застройщика. И, соответственно, сейчас проблема той организации, которая отвечает за содержание данных домов. Вот, здесь вот, конечно, такие вот точные вот проблемы, проблемные вот дома, они вот есть. Но в целом город Ульямск у нас обеспечен качественной водой, и, соответственно, мы проводим контроль водоснабжения у нас, ежемесячный социально-генический мониторинг по воде, так же, как и по воздуху, только гораздо в большем объеме. В каждом районе города мы, так же, из распределительной сети, из разводящей сети отбираем, из контрольных точек анализа воды. Такой же свой производственный контроль проводит Ульянск водоканал, вот, еще даже в более расширенном объеме, чем на нашей лаборатории. Здесь, как бы, мы можем быть гораздо спокойнее, спокойными и пить воду из крана, даже не кипяченую. Вот, хотя, конечно, да, все медики рекомендуют, и по Санфину положено, да, но это в образовательных организациях пить только кипяченую воду, ну, и, соответственно, в образовательных, в лечебно-профилактических организациях, вот, вот, но безопасно совершенно мы так же можем, я могу это с уверенностью сказать, что можно пить воду из крана в городе Ульянске. Ну, конечно, вот сейчас меня, может быть, если слушают нас, вот, жители тех вот домов, где вот эти вот проблемы существуют, там, конечно, проблему еще нужно решать, вот, но таких, к счастью, домов у нас немного, их можно по пальцам руки пересчитать. Ну, за то, что очень хорошо, что эта проблема вами, она, вы ее знаете, эту проблему, она решается все равно, тем не менее, пусть точечно, да, но она решается, и я так понял, что идет очень жесткий контроль, тем не менее, да, и вы не успокоитесь, пока даже в этих точечных, как говорится, домах... Это совершенно, да, я могу точно сказать, что мы не успокоимся, пока не решится эта проблема, мы просто не имеем права успокоиться. Тем более, если вертикаль власти так выстроена, что все под жестким контролем, и все мы понимаем, что в этом направлении очень идет такая колоссальная работа. Ну, я сделал для себя вывод, да, я думаю, что телезрители сделали вывод, что у нас в регионе хороший чистый воздух, у нас в целом хорошая вода, значит, и, в принципе, можно жить достойно и наслаждаться жизнью, да, и не болеть, и заниматься своим здоровьем, да, то есть, вести активный образ жизни, отказываться от средних привычек, если я об этом говорю. Совершенно верно, да. А все остальное под жестким контролем, и в целом это и дальше будет продолжаться, такая работа будет продолжаться, и будем стараться, чтобы и так у нас чистый воздух и хорошая вода, мы будем стараться, чтобы еще было качественнее, чтобы наша Ульянская область действительно, мы всегда передовые, как правило, да, поэтому, чтобы в этом мы сказали, что да, у нас в Ульянской области самый лучший воздух, самая чистая вода. Я, в принципе, уже практически на 99% удостоверил, что именно на сегодняшний момент это так, и это очень хорошо. Спасибо вам большое за такой очень хороший диалог. Ну что ж, дорогие телезрители, вот такой у нас продуктивный, я считаю, полезный разговор получился. Я всем желаю здоровья, до новых встреч, ваш доктор Смирнов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!